Здарова всем ребят! Помнится, вчера я вам записывал видос, где рассказывал, что сегодня в продаже должен быть ренегат за голду. И что мы видим? Сегодня в продаже ренегат за голду. Хороший танк, тут в принципе и говорить нечего. Ценник немаленький, стартовая ставка 12,5 тысяч золота. Аукцион их проходит по закрытому типу. То есть вы ставите столько, сколько вам не жалко. Вы не можете узнать, проходит ваша ставка до конца аукциона или нет. Всего 10 тысяч экземпляров. Опять же, я вам вчера уже показывал скриншоты, приводил его в статистику. Из тяжей премиумных восьмого уровня он находится в топ-3 самых сильных. Сильнее только БЗ-176 и Шкода Т56. И то он от них не очень сильно отстает. Машина отличная. Но если еще несколько месяцев назад она была доступна. А может быть не месяц, а может быть полгода назад. Честно говоря, забыл. Но совсем недавно, еще в 23-м году, ее можно было совершенно спокойно внутри игрового магазина брать. Вот, она была доступна. И я вам тогда говорил, берите машины хорошие. Кто меня послушал, молодцы. Кто не послушал, ну, принимайте, как говорится, решение. Мое дело только языком чесать. А голова у вас своя. На плечах есть. Как говорится, советую сколько угодно. Заставить все равно не сможешь. Принимайте решение. А я вам, также во вчерашнем ролике, сказал, что если сегодняшний аукцион действительно зайдет, значит, та информация, которую мне принесли, и которая уже, в принципе, пару дней гуляет по сети, возможно, вы ее даже встречали, имеет место быть. Значит, остались у нас из семи машин, неизвестных только четыре танка. Сами разработчики сказали, что будет пять лотов за серебро, один за свободку и один за голду. За свободку танк был вчера, за голду сегодня, ну, у вас может быть вчера. Я не знаю, когда вы смотрите, может быть, год назад. Неважно. Значит, остались лоты только за серебро. И давайте я вам расскажу, что это будут за лоты. К сожалению, гарантии, опять же, я вам дать не могу. Информация неофициальная от разработчиков. Стоимость и количество я также знать не могу. Но, скорее всего, по крайней мере, лоты вы будете знать и будете понимать решение, какой из них вам нужен больше. Если, в общем-то, все танки дальше будут идти по списку, то завтра мы с вами должны будем увидеть французский средний танк восьмого уровня, разумеется, премиумный, разумеется, за серебро. Сейчас скажу, как он правильно называется. М-4А1 Револерезе. Или Револрайс. Я не знаю, как правильно. При этом, хочу, знаете, что отметить? Эту машину апнули вот в этом патче. В 1.24 ей подтянули бронепробитие и обзор. Несмотря на то, что к этому танку я всегда относился с уважением, любимцем моим он никогда не был. При всем, как говорится, уважении, у танка шикарные углы склонения, шикарная пушка с большой альфой, теперь еще и с хорошим пробитием, и обзор все в порядке. Но, тем не менее, корпус у него от танка, дай бог поймите, то ли 5-го, то ли 6-го уровня, и это накладывает некоторый дискомфорт лично для меня в геймплее. Ну, по крайней мере, корпус у него картоннейший. В общем, если этот танк будет за серебро, и начальная ставка будет адекватная, то я бы смотрел, конечно же, за тем, сколько будут игроки ставить, потому что первый лот что-то ушел, по-моему, за 22 или 23 миллиона серебра. Это прям, ну, немало, очень даже немало. Вот, поэтому, еще раз, машина годная, в ангаре ее иметь можно, играть на ней можно, фармить на ней можно, даже без голды можно на ней фармить. Но вот стоимость, я думаю, в серебре за нее ставки улетят туда вот, куда-то в неадекват. Это мое личное предположение, я не ручаюсь. Следующим танком должен стать FV4202, британская СТ-шка премиумная, которая в начале осени тоже получила ап, улучшена стабилизация была, время перезарядки сокращено, и обзор увеличен. В принципе, мне танчик до этого нравился, но у него маленькая альфа, имейте это в виду. В принципе, опять же, за серебро, я считаю, вполне себе годное приобретение. Предпоследним лотом за серебро будет советская ПТ-шка КВ-4 КТТС, он у вас в реплее представлен. Машина не пользуется большой популярностью, но, знаете, мне понравилась. Не то, чтобы прямо она нагибучая или еще что-то, но если вы умеете и понимаете в такой геймплей, она вам доставит удовольствие. Опять же, за серебро, я считаю, вполне себе нормальный лот. Ну и, наконец, последний лот, я вам вчера о нем говорил, это будет Эмиль 1951. Шведский тяж с относительно крепкой башней, хорошими углами склонения и барабаном. Ну, в общем, такой же, как и Кранваген, только премиумный и на восьмом уровне, да, со всеми вытекающими отсюда недостатками. Танк, опять же, звезд с неба не хватает, но за серебро тоже можно рассмотреть. Все машины разные по геймплею, подходят абсолютно разным людям, поэтому смотрите, определяйтесь, что вам нравится, чтобы делать ставочки. Ну, если серебра до хрена, а премов мало, я бы все забирал. На этом все, пока-пока.